Здравствуйте! В эфире программа «За здоровье». Мы обсуждаем темы, которые касаются самого ценного – нашего здоровья и хорошего самочувствия. Вот что вас ждет в этом выпуске. Проект «За здоровье» посетил станицу Бикишевскую. В Пятигорском онкодиспансерии полностью модернизировали радиотерапевтическое отделение. А модернизированное физиотерапевтическое отделение открылось в Минераловодской поликлинике. Кисловодский медколледж отметил 90-летний юбилей. Основная тема программы – здоровый образ жизни. Вопрос осознанного питания. Не только здоровая еда у взрослых, но и у детей. Все больше мам заботятся о здоровых перекусах для школьников. Что можно им посоветовать? Как вообще формировать правильные привычки? Как мотивировать себя пройти диспансеризацию? Обсудим в программе. И еще обнаруживать рак с помощью червей научились ученые. Робота, делающего УЗИ суставов. Создали в Дании рекомендации ВОЗ. Деменцию предотвратят спорт и здоровый образ жизни. Все это немного позже. А пока мы начинаем с традиционных новостей медицинской отрасли нашего региона. Социальный проект «За здоровье» продолжает свою работу в регионе. Он помогает жителям края вне зависимости от того, живут ли они в большом городе или маленьком селе, получать необходимую медпомощь высокого уровня рядом с домом. Мобильные врачебные бригады узких специалистов регулярно выезжают в сельские территории края. Мобильная бригада проекта «За здоровье» предгорной районной больницы посетила станицу Бикишевскую. В составе медицинского десанта терапевт, кардиолог-невролог, офтальмолог, лор и лаборанты, медики привезли с собой все необходимое диагностическое оборудование. Было проведено 136 консультаций и диагностических осмотров жителей Бикишевской. В том числе 11 маломобильных пациентов врачи посетили на дому. Также пациентам было выполнено 28 ЭКГ, ряд клинических и биологических анализов. Кроме того, все желающие смогли привиться против коронавируса. В этот день прививки получили 12 человек. Благодаря региональному проекту борьба с онкозаболеваниями в последние годы удалось существенно модернизировать материально-техническую базу медучреждений Ставрополья, оказывающих специализированную медпомощь. Одним из них стало радиотерапевтическое отделение Пятигорского межрайонного онкодиспансера. В рамках регпроекта для отделения было приобретено высокотехнологичное оборудование. Блок дистанционной лучевой терапии теперь оснащен новейшим медицинским линейным ускорителем, укомплектованным системой планирования облучения пациентов и информационно-управляющей системой. Еще один аппарат, приобретенный по региональному проекту, используется в лечении пациенток со злокачественными новообразованиями женской половой сферы. Это оборудование позволяет значительно снизить лучевую нагрузку на прилегающие органы и ткани, сократить время сеанса облучения. В поликлиническом отделении Минераловодской районной больницы открыто обновленное и переоборудованное физиотерапевтическое отделение. Полностью преображенное отделение возобновило работу после капремонта, проведенного благодаря реализации краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения. В отделении обустроили 14 секций для выполнения различных процедур, закупили новую мебель, в том числе удобные кушетки для пациентов и все необходимое для работы персонала. Но главное – это оборудование. Для полноценного функционирования физиотерапевтического отделения и повышения качества оказания медицинской помощи населению было закуплено 9 аппаратов для проведения физиотерапевтических процедур. На сегодняшний день получено уже 6. Поставка еще трех аппаратов ожидается в декабре. В физиотерапевтическом отделении пациенты поликлиники смогут пройти курс реабилитации и профилактики заболеваний. Одно из старейших учебных заведений на Ставрополе и Кисловодский медколледж отметил свой 90-летний юбилей. За годы существования образовательное учреждение подготовило и выпустило не один десяток тысяч специалистов. Большинство выпускников трудятся в лечебных учреждениях Ставрополья. В колледже трудятся опытные преподаватели, в том числе один доктор и 8 кандидатов наук, 16 отличников здравоохранения, 2 отличника народного просвещения, заслуженный учитель Российской Федерации. 39 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию. Работа 90% преподавателей отмечена почетными званиями и грамотами Министерств здравоохранения и образования Ставропольского края и Российской Федерации. Сейчас в этом СУЗе студентов готовят по четырем специальностям. Сестринское дело, лечебное дело, акушерское дело, стоматология, ортопедическое. Вопрос осознанного питания. Не только здоровая еда у взрослых, но и у детей. Все больше мам заботятся о том, чтобы у их детей-школьников были здоровые перекусы, что же можно им посоветовать, как вообще формировать нам всем правильные привычки, как себя мотивировать, наконец-таки подняться, пройти диспансеризацию. Мы обсудим в программе прямо сейчас. А гость нашей студии Елена Хорошилова. Елена Юрьевна, добрый день. Добрый день. Рано приветствовать в нашей студии. Итак, мы начинаем говорить с тенденцией. Какие же тенденции, связанные с повышением тяги к здоровому образу жизни, вообще к актуализации этого вопроса, вы видите в последнее время в нашем обществе? Что меняется во взгляде на ЗОЖ? Ну, прежде чем поговорим о тенденциях и о здоровом образе жизни, хотелось бы дать некоторое определение понятию качества жизни. Конечно, давайте. Очень популярное на сегодняшний день существует несметное количество рейтингов качества жизни, как по городам, так и по странам. Так вот, с одной стороны, качество жизни – это понятие, ну, как бы индивидуальное. Каждый человек сам определяет. Да, вот мы у вас спрашиваем, какое у вас качество жизни? Хорошее там, да? Или достаточно, или не очень. Но это измеримый показатель. Не зря по нему существуют эти рейтинги, потому что в качество жизни у нас входит в первую очередь это физическое здоровье. А далее это социальное здоровье человека, это его психоэмоциональное состояние или здоровье, или благополучие, можно говорить. Ну и, конечно, ряд социально-экономических факторов, то есть это и развитие экономики города, региона или страны, в которой проживает человек, без этого невозможно создать ту инфраструктуру, которая позволит человеку вести вот тот самый здоровый образ жизни. А теперь о здоровом образе жизни. Каждый человек имеет право выбора. Здоровый образ жизни, на самом деле, это вещь очень простая, она несложная. Есть несколько простых, простейших, я бы сказала, правил, которые позволят человеку жить долго и счастливо. Но вообще, что это такое? Это некий образ жизни человека, то есть ряд его привычек каких-то, может быть, каких-то традиционных, даже семейных вещей, которые позволяют ему сохранять здоровье, укрепить то, что ему дала природа или то, что у него было изначально, и не заболеть. Первое, что нам нужно для здорового образа жизни, я уже сказала, что человек не может, понимаете, трудно заставить или как-то мотивировать человека покупать правильные продукты питания, или вести физически активный образ жизни, если он занят на таких очень сложных и тяжелых работах, например, в шахте. То есть нужно очень индивидуально подходить по этим вопросам. То есть для каждого все-таки ЗОЖ будет с поправкой индивидуальной. Очень трудно человеку, который за чертой бедности, рассказывать про известные всем нам и зрителям 400 грамм овощей и фруктов. Речь идет о свежих. Это не соленья, это не какие-то сухофрукты. Это мало доступно, особенно когда не сезон, когда зима, когда цены достаточно высоки. Также как мы можем рекомендовать рыбы жирных сортов людям, у которых едва хватает денег на курицу. Поэтому социально-экономическое развитие – это основа основ. И в этом отношении государственная политика, вообще здравоохранение, и наш край в том числе, вот ваша программа олицетворения этой помощи со стороны нашего государства, политически все как бы сейчас настроены на это. У нас какое-то несметное количество появляется тренажерных площадок около новостроек, велодорожки, создаются какие-то системы для занятия паркуром, на скейтах и так далее. Это все благодаря тому, что вот эта тенденция в развитии как раз общественного здоровья, она направлена на здоровье каждого в отдельности. Ну да, безусловно. Ну, кажется, что, казалось мне, что качество жизни – это такое понятие индивидуальное, потому что, ну, тебе кажется, что, ну, ты хорошо живешь по сравнению с… Ну, всегда это такая формула, которая крутится в голове. Но на самом деле это не так, на самом деле все это можно измерить. Ну вот, если говорить про здоровую еду и ЗОЖ, про то, что, ну, про то, что ЗОЖ не каждый может себе позволить, но в любом случае, мне кажется, что каждый человек может отказаться, допустим, от жареных блюд, ну, как бы один из примеров, и курицу не жарить, а отваривать ее, делать паровые котлеты, то есть больше к пароварке, чем к сковородке. Мне кажется, что это как раз-таки такой доступный для всех вариант здорового образа жизни и как к нему прийти. Как, ну, вот мы говорили в анонсе по поводу того, что сейчас, слава богу, родительское, прежде всего, мировоззрение, оно переключается на ЗОЖ. И они обращают внимание на то, что они едят, и чем питаются их дети, естественно, чтобы там как-то обращают внимание на продукты школьной столовой, на то, чем можно перекусить, чтобы это были не чипсы, не газировка, не там сладкая карамель и так далее. Да, да, да. Что можно посоветовать вот в этой перестройке таким людям, которые стремятся все-таки к ЗОЖ? Ну, да, совершенно правильный вопрос. Я когда сказала о том, что мы не можем требовать от всех граждан одинакового подхода, и со стороны здравоохранения, со стороны врачей тоже должен быть индивидуальный подход. Вы правильно говорите. Мы не можем заставлять человека покупать мясо, курицу или еще что-то. Но мы можем рассказать ему, то есть наша задача – проинформировать. И рассказать, что жареная курица с кожей – ну, это крайне неполезный продукт. Или то, что картошечку тоже, в принципе, от нее можно уже отказаться. Даже если это человек нам будет объяснять, как это вкусно, жареная картошечка на сале. То есть можно объяснить и предложить ему варианты и альтернативы. Ну, безусловно, если человек тут тоже… Мы не можем рекомендовать употреблять там 2-2,5 тысячи калорий всем подряд. Потому что если у человека физически он много трудится, то ему этого не хватит. У него будет истощение. А если человек лежит на диване, то и для него и 2 будет перебор. Поэтому все очень индивидуально по поводу того, как это формируется. Вот на сегодняшний день система здравоохранения настроена на создание такого единого имиджа, единого образа, первичного звена, поликлиник. Вы наверняка, может быть, и программы у вас об этом были. То есть это узнаваемый такой образ. Это доброжелательное отношение, то есть позитивное, чтобы было у граждан отношение к нам, к медикам. И когда-нибудь, мы надеемся, в ближайшем будущем произойдет смена парадигмы. И люди будут к нам приходить не за лечением, ну, скажем так, не столько за лечением, сколько за профилактикой. Для того, чтобы… А посмотрите, нормальные ли у меня показатели, измерьте там давление, посмотрите кровь. Для того, чтобы не случилось катастрофы. По поводу, как это формируется, как это воспитывать. На самом деле перевоспитать старшее поколение очень трудно. Ну, трудно бабушке в возрасте объяснить, что жареная кожица у курочки – это зло. Ну, она просто не поймет, о чем вы говорите. Но мы можем начать с себя, да, то есть, скажем так, среднетрудоспособный возраст. Вот мы можем начать с изменения своего образа жизни, демонстрируя так называемый бирюзовый уровень профилактики, то есть собственным примером, показывая и своим близким, и бабушкам, и детям в том числе. Это один путь. Это, скажем так, основа основ, это база. Если ребенок не видит дома быстрых углеводов, то есть вот этих бесконечных каких-то, бесконечной выпечки, да, это должно быть, дети растут, это вкусняшки, никто не говорит, что это не нужно делать. Но не часто, не каждый день, и не вместо нормальной, привычной еды. То есть вот это пресловутое сочетание белков, жиров, углеводов. Я думаю, что у вас спикеры об этом очень подробно рассказывали. Не будем на этом останавливаться. И я хотела бы по поводу детского населения сказать. Вы знаете, поразительный факт, ведь в дошкольных учреждениях у нас практически нет деток, ну, за редким исключением, деток с избыточной массой тела. Понимаете, да, в чем причина? Это вот тот самый режим труда и отдыха, прогулок, питание. Причем питание, вы знаете, что в детских садах готовят в пароконвектоматах, и нет жареной еды, нет пересоленной еды. То есть это все настолько здоровое питание. При этом завтрак, обед, полдник абсолютно сбалансированный. Что хочется в столовую, мне хочется в столовую, в детский сад или в школу. Да, это фантастическая запеканка, мне кажется. Меня дети до сих пор ее вспоминают, кроме как в саду никогда и нигде больше никто так не готовил. И когда начинаются проблемы у деток с их образом жизни, я сейчас, это же все в совокупности, это же не только питание. Начинается в начальной школе, вот как вы правильно сказали, у ребенка появляется свобода действий, деньги, и он вместо каши, которую предлагают в школьной столовой, он предпочтет пиццу, ну или запьет это сладким соком. Если это еще и дополняется тем, что он испытывает какой-то хронический стресс, а дети испытывают стресс в школе, они учатся, они переживают, у них отношения строятся с другими детьми. И плюс отсутствие физической активности, вот, наверное, три самых больших зла, которые можно перечислить, но я бы отсутствие физической активности поставила на первое место. И вот сегодня буквально с утра успела побывать в дистанционном режиме на форуме по медицинской профилактике. И да, физическая активность – это даже большее зло, чем курение. Их нельзя сравнивать, безусловно, каждая по-своему плохо. Но для здоровья… Гипотинамия вы имеете в виду? Да, отсутствие физической активности. То есть вот это диван, по большому счету диван или сигарета, то есть тут уже как бы что из этого хуже. И поэтому даже если у человека есть какой-то избыточный вес, но он при этом активен физически, то его показатели здоровья будут лучше, и шансов у него прожить здоровую жизнь будет больше, чем у худого, но лежащего на диване человека. Вот удивительно. Это вот результаты последних исследований. Как бы тоже они несколько меняют отношение вообще к этой жизни, потому что похудеть не у всех получается. А заняться какими-то доступными видами спорта начать рекомендуют с 5000 шагов. Но даже если 10 – это абсолютно никем не доказанный еще факт. Это такая очень дискутируемая тема. Поэтому 5000 шагов – это то, что уже принесет вам пользу. Да, любой шаг. Подъем с дивана, движение из помещения. И вообще, знаете, самая такая вот рекомендация современного общества – купите собаку. Вот многие ваши проблемы, они как бы уйдут сами собой. Собака просто заставит, мотивирует как никто встать с дивана, иначе будут проблемы в квартире. Физической активности, да. Во-вторых, собака – это самый хороший антистресс. То есть, вы понимаете, два фактора уже, вы их уже сами откоррегировали, исправили, изменили. А если еще добавить к этому правильное питание, собственно говоря, все в ваших руках. Я читала в одном медицинском журнале, когда ваш коллега говорил о том, что, знаете, дорогие домохозяйки, если вот вы сидите дома, он именно про домохозяйки говорил, что просто даже вот мытье посуды – это физическая активность. Ну, там просто девушки говорили, что я занимаюсь по дому, когда мне там еще заниматься спортом, фитнесом, за семьей не всегда успеваешь. Вот. И доктор говорил о том, что да просто вот вы моете посуду, пылесосите, моете пол – это уже физическая активность, и уже 5 баллов, вот вам, вот, как говорится, это часть фитнеса, часть физактивности. Самое страшное здесь заесть – это все плюшкой. Да, да, безусловно. После этой физической активности. Мы вернемся в нашу студию, а пока давайте посмотрим интересный материал. Обнаруживать рак с помощью червей научились ученые. Черви помогают выявлять рак поджелудочной железы у людей на ранней стадии. Японская технологическая фирма Hirozu Bioscience утверждает, что разработала первую в мире подобную технологию. Достаточно отправить анализ мочи в специализированную лабораторию. Там его помещают в чашку Петри с определенным видом нематод длиной около миллиметра. Эти круглые черви называются Sea Elegance. Обоняние у них гораздо сильнее, чем у собак, и их отталкивает запах раковых клеток. Японские исследователи говорят, что это особенно сделает нематод мощным диагностическим средством. Это очень важно при раннем выявлении рака и подобных заболеваний, поскольку черви могут ощущать очень незначительные количества. Думаю, у технологии нет шансов против возможностей, которыми обладают живые организмы. Для создания теста компания изменила генетический код нематод так, чтобы они уплывали от образцов рака поджелудочной железы. Ученые начали именно с этого вида онкологии из-за сложности диагностики и скорости прогрессирования. В ближайшие годы компания планирует создать подобные тесты на рак печени, шейки матки и молочной железы. При этом компания отмечает, что он не дает стопроцентной гарантии. Однако может стать инструментом раннего скрининга, который поможет пациентам быстрее начать дальнейшее тестирование и лечение. Исследованиями компания занималась последние три десятилетия. Вскоре она планирует начать продажу теста не только в Японии, но также в США. Здоровый образ жизни – тема сегодняшней нашей программы. Мы продолжаем беседу в студии. Итак, если брать основные цели развития общественного здоровья в целом, то что бы вы выделили в первую очередь? Если мы говорим об общественном здоровье, то здесь, конечно, государственная политика, то есть здесь от самого Владимира Владимировича Путина исходят указы, в которых он нам рассказывает, собственно, сколько мы должны будем жить к 2024 году, к 2030 и так далее. Продолжительность жизни – это самое первое, к чему стремится вообще система здравоохранения, общественное здоровье в частности. Продолжительность жизни в нашей стране, в принципе, она не самая маленькая, но мы стремимся к 80, то есть чтобы в среднем люди жили у нас не менее 80 лет. И второй момент – это качество проживания этой жизни. Вот общественное здоровье, оно настроено на то, что можно дожить и до 100 лет, да, можно постараться, у нас есть сейчас возможности медицинские. Но качество проживания. Человек должен быть активен, он должен сам себя обслуживать, он должен двигаться, он должен быть сохранен по когнитивным функциям, то есть чтобы не требовалось дополнительного ухода, содержания в интернатах или досмотра кем-то из медперсонала. То есть это качество жизни. Следующее, безусловно, это уровень здоровья. То есть качество жизни, это еще не означает, вот в данном конкретном случае, что будет высокий уровень здоровья. Здесь совокупность, я не знаю, это настолько вот межсекторальный вопрос, настолько многоуровневая задача, это не под силу, безусловно, одной системе здравоохранения. Поэтому создан федеральный проект по укреплению общественного здоровья. Создан также у нас по аналогии разработан региональный проект. Аналогично этому работает Ставропольская краевая программа по сохранению здоровья, муниципальные программы. Мы с каждым районом отрабатываем план мероприятий. Что мы можем сделать? Мы, имеется в виду, это все структуры и ведомства. Мы взаимодействуем с образованием, с культурой, со спортом, администрацией. То есть только таким образом можно создать условия для того, чтобы у человека возникло желание. Если у человека все будет вокруг благополучно, то, в принципе, он, может быть, и задумается, да еще если со всех источников, средств массовой информации говорят о том, что какие-то параметры здоровья, а у него их нет, и человек задумается. А так как у него высвободилось свободное время, потому что ему не нужно зарабатывать себе очень тяжким трудом добывать хлеб. Поэтому вот совокупность всех вот этих структур и ведомств. Честно говоря, система здравоохранения, вклад не более 10% в формирование здоровья человека. И наша задача дать информацию, рассказать людям, как это. Поэтому развитие общественного здоровья у нас замминистра Российской Федерации, Салагай Олег Олегович, он вообще выступил с беспрецедентным таким заявлением, что у нас будет лучшая в мире система общественного здоровья. Вот мы сейчас маленькими шажочками на пути к этому. Через изменение сознания и медработников, и пациентов, и людей, которые, знаете, недавно проводили срез информации, которые более двух лет не были в поликлиниках и не обращались к врачам. То есть это вот как раз ребята, с которыми мы должны работать. Вот они ходят, вынашивают в себе какие-то болезни, о которых никто еще не знает. И вот задача, одна из задач нашей системы, вообще системы вот этой формирования здорового общества – это привлечь их, привести их к врачам. Чуть позже, может, поговорим об этом, какие механизмы существуют. Ну вот, если продолжить тему, то какие существуют основные факторы риска здоровью, на которые человек должен обратить внимание, чтобы, ну, как бы, скажем, спохватиться и начать вести активный СОЖ? Я не знаю, что это может быть. Факторы риска, их несколько. Один из самых, вот мы немножко начали уже об этом говорить, то есть сейчас я буду говорить о поведенческих факторах риска, о тех, которые сам человек может справить, изменить у себя, без помощи врачей, без чего-либо вмешательства. В первую очередь, это, конечно, физическая активность. Если ее нет, то очень трудно будет работать с этим человеком. Болезни, которые будут развиваться на фоне низкой физической активности, даже, наверное, нам не стоит сейчас тратить эфирное время и их перечислять, потому что их просто несметное количество, заканчивая в том числе онкологией. Доказано уже, что это один из факторов риска развития онкологических заболеваний. Далее – это питание. Питание и физическая активность, их трудно говорить первое. Второе – вот периодически мы, когда выступаем, мы меняем их местами. Питание – это тоже основа основ. Действительно, человек должен употреблять еду сбалансированно. Для этого не нужно обращаться к диетологам или к каким-то специалистам. Это самостоятельно можно делать, то есть добиться этого баланса. Начать с элементарных вещей, убрать там жареное, хлебобулочное, сахар, фастфуды – уже будет хорошо. Ну, еще алкоголь, естественно. Следующее – это, конечно, поведенческие вредные привычки, вредные зависимости. Это курение, это алкоголизм, ну, не алкоголизм, как болезнь, а злоупотребление, бытовое пьянство, которым у нас страдает большое количество людей. И, ну, кто от выходных к выходным, кто почаще, кто пореже. Но, знаете, вот, как говорят, если вы испытываете подъем настроения при мысли, что вам сегодня употреблять алкоголь, то, собственно, вы в зоне риска. Если алкоголь вас радует, сам процесс, то это уже… На этой стадии многие люди, собственно, остаются. Это не означает, что все они станут алкоголиками. Но здесь в чем риск? Когда человек употребляет алкоголь, во-первых, алкоголь сам по себе – это калорийная вещь, то есть это не приведет к нормализации веса. Второе – повышает аппетит. Я сейчас даже не беру чисто медицинские вещи, которые… То есть и алкогольную болезнь печени, и различные заболевания других органов. То есть алкоголь. Дальше у нас многих людей случайным образом обнаруживается повышение артериального давления. Вот случайно на приемах где-то, то есть люди об этом не знали, жили с ним. А это тоже фактор риска, который также может… Человек может сам, собственно, заниматься его корректировкой. При снижении веса снижается артериальное давление на 10 мм. А это очень много. Опять же собаки. Не забывайте про домашних животных. Но я не рекомендую прям, чтобы собаки. Это могут быть кошки. Просто собаку еще и выгуливать надо, поэтому пользы больше. Это как раз-таки активизирует. Да, при поглаживании тоже проверено учеными. У людей снижалось артериальное давление. То есть тоже хороший такой момент. Есть еще такие понятия, как повышение сахара в крови. Тоже наверняка все об этом знают, слышат. Кто-то пытается дома его мерить. Ну, если нет заболеваний, то в этом особой необходимости нет. Достаточно обратиться к врачу, пройти комплекс исследований. Там же не только сахар будет замеряться. И посмотреть, если там сахар нормальный, но может быть обнаружена инсулинорезистентность, то врач поможет, подскажет. Это еще не болезнь. Это состояние, которое можно корректировать и остаться на этом уровне очень долго, очень много лет. Также холестерин. Вот это пресловутые холестериновые бляшки, которые потом приводят к формированию тромбов. Ну, и к очень печальным исходам порой. То же самое. Здесь человек, если сдает анализы вовремя, если узнают, какой уровень ему назначается, и питание, и лекарственная терапия. И поддерживается. И он на этом уровне остается достаточно долго. Спасибо большое за это уточнение про холестерин. Очень многим советуют все-таки добраться до диспансеризации. Мы к этому вопросу сразу после материала вернемся. Робота, делающего УЗИ суставов, разработали ученые. Давайте посмотрим. Эта пациентка с ревматоидным артритом проходит регулярное ультразвуковое обследование в больнице на юге Дании. Но сегодня его ей делает робот. Аутоиммунное заболевание, поражающее преимущественно суставы, у 45-летней женщины нашли в 2014 году. Из-за этого пришлось уйти на пенсию досрочно. Диагноз поставили поздно. Начались изменения в основном в ногах, костях. Это уже на всю жизнь. Когда изменения уже есть, то обратить их невозможно. Обнаружить это заболевание на ранней стадии часто не успевают из-за длинных очередей на обследование и нехватки персонала. Но теперь на помощь пришел робот по имени Артур. Он не только делает УЗИ, но также с помощью искусственного интеллекта обрабатывает данные и отправляет врачу уже готовый отчет. Если болезнь обнаружена на ранней стадии, то пациентам можно лечить гораздо меньшим количеством лекарств, чем если бы болезнь обнаружили гораздо позже, когда иммунную систему регулировать сложнее. Робот может просканировать две руки пациента примерно за 12 минут. То есть в час сделать УЗИ могут до 4 пациентов. Ультразвуковое сканирование кистей и запястья часто выявляет ранние признаки заболевания. Лечение рекомендуется в течение 12 недель после появления первых симптомов. После трех лет разработки робот недавно получил сертификат ЕС. Это позволит продавать его по всему блоку. Стоит он около 150 тысяч евро. Здоровый образ жизни обсуждаем сегодня в нашей программе. Мы продолжаем беседу в студии. Итак, наши привычки действительно определяют то, как мы будем выглядеть через 10, 20, 30 лет. Это все так связано. Да. Потому что некоторые считают, что это просто генетика, и все, и больше с этим ничего не поделаешь. К счастью или к сожалению, на самом деле, ты то, что ты ешь, ты то, что ты делаешь. Это факт. И если человек вовремя не займется собой, не встанет за диваном, не начнет правильно питаться, генетика, да, генетика влияет. Тут не поспоришь, но это тоже не более 10%. То есть если у человека генетически есть предрасположенность, допустим, к гипертонической болезни, и, наверное, он ей заболеет, если он будет питаться фастфудом, мало двигаться, будет курить и употреблять алкоголь. Вот тут даже, наверное, вопросов не будет. Она случится. Да, она случится. Но если человек будет корректировать эти факторы риска самостоятельно, то есть он похудеет, он не будет курить и так далее. Ну, еще и стресс, конечно, мы забываем про этот очень мощный фактор риска. То есть со стрессом мы все живем, с ним не надо бороться, с ним надо просто уметь жить. То есть этот хронический... Уметь его грамотно снимать. Уметь его снимать. То есть он никуда не денется. Это не так, что мы сегодня от него избавились, завтра с утра он нас не ожидает на работе или вообще в окружающем мире. Все это произойдет. Ну, вот ваша задача быть стрессоустойчивым, да? Поэтому... Я вспоминаю сразу мем про мозг и кортизол, что мне нужно серотонина или дофамина, а мозг говорит, есть кортизол, надо... Что-то такое, да, то есть как-то так. Поэтому, да, наследственность влияет, безусловно, но все в руках человека. Очень-очень многие моменты он может сам, скажем так, избежать каких-то вот осложнений, развития самых негативных сценариев, которые были, может быть, написаны на 50%. Это образ жизни, собственно, из которого складывается здоровье человека. Как себя все-таки мотивировать и отправиться на диспансеризацию, если вы не делаете это до сих пор, не сделали это до сих пор, и как бы собираетесь с понедельника? Ну, как наш русский народ привык. Я худею с понедельника? Или, в общем, откладывать дело? Новая жизнь с понедельника. Да, да, да. Ну, все, как бы, Дань, все начинается в понедельник. А в этом отношении вся система здравоохранения, страховые компании, фонд обязательного медицинского страхования, опять же, деятели политические, мы все работаем в этом направлении, чтобы повысить мотивацию людей. Вы наверняка знаете о том, что рассылаются смс-сообщения, приглашают страховые компании. Пройдите в этом году диспансеризацию, в том числе углубленную. Пожалуйста, приходите. Здесь есть несколько таких, я бы сказала, пряников для людей, которые должны способствовать повышению мотивации. Ну, во-первых, это бесплатно, то есть все мероприятия, которые проводятся, человек совершенно не платит за это деньги. Все проводится в рамках, то есть только при наличии полиса. Во-вторых, этот день, один, который человек выходит в медицинскую организацию, его обязан отпустить работодатель. Это прописано в трудовом кодексе. В-третьих, у нас максимальное количество медицинских организаций стараются провести это в течение одного дня. Но, во всяком случае, первый этап, чтобы не растягивать это на несколько недель, или, не дай бог, месяцев. В течение одного, максимум двух дней, человек пройдет вот эти все исследования, которые ему положены. Поэтому это тоже должно способствовать повышению мотивации. У нас боятся ходить в поликлинике. Первое, ой, там ничего не дадут, ничего не сделают. Второе, время немного потеряют. Так вот, здесь все организовано как раз для людей. Не нужно обращаться в регистратуру. Все медицинские организации края обязаны проводить диспансеризацию в отделениях или кабинетах профилактики, или в центре здоровья. Вот. Это и граждане должны прийти туда уже, предварительно созвонившись, заполнить анкету, то есть чтобы не проводить там много времени. Ну, анкетирование занимает уже определенное количество минут. У меня заняло минут пять. Вот. Не все такие сознательные. У некоторых до сорока минут возникают дополнительные вопросы. Я думаю, чем больше там есть что заполнять, тем больше вопросов. Поэтому тут, наверное, определенная возрастная еще категория людей. Ну, да, конечно. Потому что если есть возможность заранее заполнить анкету, это, конечно, экономит ваше время. Мы еще обсудим диспансеризацию этот вопрос в студии. А пока давайте посмотрим материал. Рекомендация Всемирной Организации Здравоохранения деменцию предотвратят как раз-таки спорт и здоровый образ жизни. Всемирная Организация Здравоохранения выпустила свое первое руководство по профилактике деменции, приобретенного слабоумия. Список рекомендаций возглавляет совет заниматься спортом. Чтобы снизить риск развития деменции, надо увеличить физическую активность, не курить, меньше выпивать, а также лечить гипертонию, диабет и снижать уровень холестерина. ВОЗ также рекомендует придерживаться здорового питания. Сейчас во всем мире от деменции страдает 50 миллионов человек. При этом ежегодно регистрируют примерно 10 миллионов новых случаев. Ожидается, что к 2050 году больных деменцией будет 150 миллионов человек. Деменция отягощает жизнь не только больного, но и его родных или тех, кто за ним ухаживает. Эта болезнь также наносит большой экономический ущерб обществу. К 2030 году, согласно прогнозам, расходы на уход за людьми из деменции достигнут 2 триллионов долларов в год. По мнению ВОЗ, главная причина масштабного распространения деменции в том, что население планеты стареет. Организация не исследовала, влияет ли плохая экология на приобретение старческого слабоумия. При этом она не нашла связи между этой болезнью и плохим сном. Деменции в основном страдают в пожилом возрасте, однако в докладе ВОЗ говорится, что приобретенное слабоумие нельзя считать естественным или неизбежным спутником старения. Здоровый образ жизни обсуждаем сегодня в студии. Мы продолжаем, говорим про диспансеризацию. Очень много таких людей, кто думает, я чувствую себя хорошо, значит, я здоровый человек, какой смысл мне проходить диспансеризацию? Тем более, если я там не пенсионного, не предпенсионного возраста, вполне себе молодой и бодрый. Но на самом деле, конечно, такое рассуждение ошибочно. Почему? Да, это очень многие люди так думают. И на самом деле, диспансеризация для них, собственно, это и создана. Для как раз вот этих граждан, которые ничем не болеют, ничего не чувствуют. Но одна из самых больших таких амбициозных задач диспансеризации профосмотров – это выявление онкологии на ранних стадиях. В связи с тем, что растет продолжительность жизни, качество жизни, с одной стороны, улучшается, но, с другой стороны, мы видим, что ухудшается экологическая обстановка. И это не приводит к тому, что люди становятся здоровее. Онкология помолодела, встречается у достаточно молодых людей и, к сожалению, на поздних стадиях, когда трудно уже чем-либо помочь. Поэтому вот это один из мотивов должен быть. И она не болит. На первой, второй стадии не будет ни больно, ничего человек не чувствует. А онкоскрининг, который проводится в рамках диспансеризации, он как раз на это нацелен. Второе – это выявление факторов риска. Вот о чем мы говорили. Вот тот же холестерин, тот же сахар. Посмотреть, если мы говорим об углубленной диспансеризации, там, дедимер, то есть посмотреть все вот эти вот риски, которые у человека есть, скрытые от него, чтобы избежать сосудистых катастроф или позднего диагностирования и уже несвоевременного лечения. То есть все-таки получается, что больше на диспансеризацию должны приходить как раз-таки здоровые люди. И хочется, чтобы вы, дорогие телезрители, нас услышали в этом плане, что если у вас ничего не болит, вы чувствуете себя прекрасно, так тем более идите на диспансеризацию просто проверить систему, что не наесть. Ну вот как часто вообще нужно, можно проходить диспансеризацию? Диспансеризацию, понятно, это все зависит от возраста. Какие сейчас тут параметры временные? До 39 лет, если вам от 18 до 39 лет, то это один раз в три года. А если 40 плюс, то здесь ежегодно. Каждый год человек может бесплатно пройти диспансеризацию. Весь набор исследований. Что при этом нужно иметь? Паспорт, полис, больше ничего? Паспорт, полис, больше ничего. Обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены, и пройти по месту прикрепления. Я так понимаю, что в некоторых поликлиниках можно вообще даже без записи прийти, и очередей же таких сетей диспансеризации. Я бы рекомендовала по поводу диспансеризации все-таки связываться с медицинской организацией и записываться заблаговременно. Особенно в условиях сегодняшних, вот, респираторных инфекций. Чтобы просто не проводить там лишнее время в поликлинике, вас пригласят в отделение профилактики, где уже готов набор исследований, талончиков. Вам не нужно будет ожидать ни в очереди, ни приходить через две недели. То есть все одним днем и подготовленным. Ну, это уже врач вам расскажет. Ну да, по крайней мере, когда я звонила на регистратуру, мне сразу такой лайфхак от медиков, что нужно прийти, допустим, на голодный желудок, чтобы сразу в этот же день сдать кровь, там, сразу на несколько анализов, один забор. Поэтому я тоже вам советую, дорогие наши телезрители, таким образом и поступить. Спасибо большое. Я благодарю вас. Приходите еще в нашу студию. Спасибо. Рассказывайте и просвещайте. Эфир программы «За здоровье» подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Еще больше информации в нашем телеграм-канале. Пожалуйста, подписывайтесь. Он так и называется «За здоровье». Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Смотрите свое ТВ и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова